Всем привет! На дворе уже февраль и это означает, что зиме остался всего один месяц, чтобы мучить нас с этой плохой погодой. Впереди весна и начинается сезон моего самого любимого хобби – квадрокоптеров. А это означает, что самое время подумать о покупке или обновлении своей птицы. И это видео прежде всего нацелено на тех, кто еще не определился, какую модель выбрать, у кого еще нет своего дрона, но он очень хочет попробовать в этом году наконец-то уже полетать. Я, например, давно веду страничку в Инстаграм, но вот последние годы он превратился в мой цифровой альбом аэрофотографии. Я обожаю летать, снимать, редактировать и делиться полученным результатом с вами. И вы очень часто задаете мне один и тот же вопрос – какой квадрокоптер выбрать? В этом видео я постараюсь ответить на этот вопрос и показать разные модели, которые сейчас существуют, а также акцентировать ваше внимание на новинке, на DJI Mini 2, который появился относительно недавно и на сегодняшний день очень интересный вариант для покупки. Ну, давайте обо всем поподробнее, будем начинать. Поехали! Квадрокоптеры, как и другую технику, в Цитрусе можно взять в кредит до 25 платежей, либо взять в оплату частями. Около двух месяцев назад ко мне в руки попал вот этот малыш – Mini 2. Обновленное поколение от лучшей компании индустрии DJI. Мы снимали обзор на первую модель, она вызвала у меня неописуемый восторг по многим причинам. А в Mini 2 все то же самое, плюс еще и убрали почти все недостатки первой версии. Малыш DJI Mini 2 – квадрокоптер начального уровня, суперкомпактный, суперлегкий и супермилый. Его вес по-прежнему составляет всего 249 грамм, что может вам помочь с его транспортировкой и полетами в тех странах, где существуют ограничения по использованию БПЛА. В данный момент вы должны знать, летать можно не везде, а там, где можно, требуется соблюдать правила полетов в конкретно этой зоне. Подробнее об этом можно узнать, загуглив конкретную страну и даже конкретный район, в котором вы собираетесь летать. Ссылочки на такие сайты и сервисы я оставлю в описании. Знаете, чем мне вообще нравится компания DJI? Я вначале сказал, что они лучшие лидеры отрасли. Мне они нравятся тем, что вне зависимости от класса дрона, управление везде абсолютно одинаковое, по большому счету. То есть, если вы научитесь летать на DJI Mini 2, вы без проблем возьмете пульт от DJI Mavic 2 Pro, который сейчас флагман, и без проблем будете летать на нем. Именно поэтому, если вы еще никогда не летали и хотите купить дрон, не обязательно брать Mini 2. Возможно, для вас лучше подойдет Air 2. Сложнее на нем летать не будет, но зато вы сразу получите какие-то дополнительные фишки. Но это видео мы начнем как раз с DJI Mini 2. DJI Mini 2 компактный дрон, который вы всегда можете брать с собой. Причем буквально. Он помещается в любой рюкзак, какую-нибудь сумку или даже бананку. Забавно, но пульт от него больше, чем он сам. Кстати, точно такой же пульт и у большей, более продвинутой модели DJI Air 2. Пока я не воспользовался таким компактным дроном, я даже не осознавал, насколько это удобно. Ну как, я понимал, что да, он мало места занимает в сумке, практически ничего не весит, и в принципе его несложно транспортировать. Но я не понимал, что за счет этих маленьких размеров он будет в большую часть времени у меня в сумке. И в те моменты, когда я просто иду гулять и первоначально не задумываюсь о съемке, прихожу на локацию, вижу что-то интересное и вспоминаю, что он-то у меня в рюкзаке, я его могу достать и полетать. У меня у самого DJI Mavic 2 Pro. Вот это, это только кейс от него. И естественно, чисто на всякий случай, вот такой кейс носить с собой я не буду и не ношу. А вот этот, он реально поселился у меня в рюкзаке. Благодаря таким размерам я действительно стал больше снимать, потому что я не отправлялся на локацию специально, я просто начал снимать те места, в которых бываю. Это очень крутая возможность, о которой ты сначала даже не задумываешься, а потом достаешь его, взлетаешь и получаешь удовольствие. Что немаловажно, процесс подготовки перед полетом тоже очень простой и быстрый. Достали из сумки дрон и пульт, сняли защиту подвеса, разложили лучи, включили дрон, вставили смартфон в пульт, подключили его кабелем, включили пульт, зашли в приложение и все, полетели. Я вспоминаю, какая у меня была долгая и мучительная предполетная подготовка на DJI Phantom 4 Pro. Смотрю сейчас на всю линейку Mavic и просто радуюсь, к чему мы пришли. Ну и как я говорил, это видео рассчитано на новичков, поэтому давайте рассмотрим, что же в целом может вот такой вот новенький DJI Mini 2. Он умеет летать до 31 минуты от одной батареи, при условии ветра до 4,7 метров в секунду. Но вообще способен отлично стабилизироваться при ветре до 10,5 метров в секунду. То есть при этих условиях дрон взлетает и вы абсолютно не думаете о ветре, не появляется никаких ошибок, что сильный ветер, вы полностью сконцентрированы на съемке. Это вот самые лучшие полеты. У DJI Mini 2 установлена новая камера, которая способна снимать фото в разрешении 12 мегапикселей, в авто и ручных режимах, сохраняя фотографии как в сжатом формате JPEG, так и не в сжатом RAW, который используется для последующей обработки в программах типа Lightroom. Это потрясающая функция, которой раньше не было у Mini. Теперь этот дрон не только развлечение для новичков, а вполне себе рабочий инструмент для фотосъемки. Вы сейчас видите примеры фотографий, которые я сделал на него. Ну согласитесь, очень круто. При этом благодаря RAW у вас развязаны руки для обработки. Вот сейчас вы наблюдаете, как я буквально за 5 минут отредактировал снимок и получил именно то, что хотел. DJI Mini 2 может снимать супер стабилизированные видео в формате 4К с частотой кадров до 30 фпс. Потрясающая стабилизация, которая доступна пользователям даже в начальном дроне. Это очень круто. Вы без какой-либо подготовки можете получить невероятные ракурсы даже привычных мест. Я уже молчу про восторг съемки во время путешествий. У DJI Mini 2 есть разные автоматические режимы съемок, точно такие же, как на DJI Mini первого поколения, которые создают небольшие видео, сразу готовые для выгрузки в социальные сети. А для чего ж вообще это все делать, как не делиться с друзьями? Ну и так, чтобы вы понимали и знали, радиус действия связи пульта и дрона по заявлению производителя до 4 километров. Тут новая система синхронизации пульта и дрона, и он летает дальше, чем первое поколение. Ну, объективно, на моей практике, в условиях городской черты с средней плотностью застройки, этот дрон может улететь примерно на полтора километра. И я вам хочу сказать, что в условиях города этого расстояния достаточно с головой. Вы не будете так далеко отлетать, учитывая то, что сейчас практически везде в городах запрещены полеты на дронах без визуального контакта. А это явно ближе, чем полтора километра. И, кстати, несмотря на маленький вес и размер, максимальная скорость полета на таком дроне в спортивном режиме 57,5 километров в час, если быть точно 57,6. Чего с головой достаточно, даже если вы захотите заснять какой-нибудь быстро движущийся объект, например, автомобиль на ходу. Отдельное спасибо DJI за реализацию зарядки на таком суперкомпакте. Как и раньше, вы можете заряжать мини-2 хоть от портативной батареи, только вот разъем уже не микро-USB, как раньше, а Type-C. И это меня однозначно порадовало. И порадует всех. Окей, с начальным уровнем, в принципе, понятно. А что же могут дроны подороже? Следующий коптер, который классом выше, DJI Mavic Air 2. Аналогичная складная конструкция, но в большем размере. За счет чего вы получаете? Улучшенные фото-видео возможности. Разрешение фотографий до 48 мегапикселей. Съемка видео в формате 4х кат до 60 фпс. Тут больший размер матрицы в сравнении с мини. Пол дюйма у Air 2 и одна деленная на 2,3 дюйма у мини. Наличие автоматических режимов слежения, при которых вы можете выбрать нужный объект, а дрон сам будет следить за ним, облетая препятствия с помощью анализа окружающего пространства встроенными датчиками, которых нет на мини. Работает это потрясающе. Причем даже в сложных условиях, таких как вот лес на видео. Мы, кстати, когда это снимали, я прям сильно удивился, как хорошо это работает. Также вы получаете увеличенное время работы до 34 минут и увеличенную максимальную скорость до 68,4 км в час. Также хочется сказать, что у Air 2 ниже минимальная температура, при которой вы можете безопасно летать. И она составляет до минус 10 градусов. На мини 2 в сравнении можно летать только до 0 градусов. В целом я бы посоветовал DJI Mavic Air 2 для тех людей, кто более взвешенно понимает, что это увлечение действительно перерастет в хобби и вам действительно нужен дрон. Вы точно понимаете и знаете, что вы будете летать, фотографировать и снимать видео. Потому что, естественно, Air 2 стоит дороже, чем мини 2. Но за эти деньги вы получаете лучшую камеру и, самое важное, датчики столкновения, которые работают отлично. Плюс к этому, судя по моей практике, я уверенно могу утверждать, что стабильность соединения пульта и дрона тут выше. Он однозначно лучше себя ведет в городской черте, там, где плотная застройка и много радиопомех. И, кстати говоря, несмотря на то, что по заявлению производителя безопасная скорость ветра, при которой можно летать на Air 2, такая же, как на мини 2, 10,5 метров в секунду. Но, как показала моя практика, чем больше дрон, тем он лучше себя ведет при сильном ветре. И, соответственно, на Air 2 можно, скажем так, не так переживать за дрон при более сильных порывах ветра. Ну и, конечно же, полный обзор на Air 2 мы уже снимали. И оставлю я его где-то вот тут вот в подсказке, если заинтересовались, можно посмотреть подробно. Ну а мы двигаемся дальше. Текущие флагманы линейки Mavic 2 Pro и Mavic 2 Zoom. Начнем мы с версии Pro. Это лучший консюмерский дрон на сегодняшний день с камерой от Hasselblad. Дюймовая матрица дает очень большие возможности по фото и видеосъемке даже в условиях низкого освещения. Фотографии до 20 мегапикселей, съемка видео в 4К до 30 фпс. Тут, естественно, есть все автоматические режимы слежения с защитой от столкновений. Время работы до 29 минут. Максимальная скорость до 72 километров в час. Ну и также работа при минусовой температуре до минус 10 градусов. Как вы могли заметить, разрешение фото тут даже чуть-чуть ниже, чем у Mavic Air 2. Но намного важнее в этом классе размер самой матрицы. Она тут больше практически в два раза. И это вам дает преимущество при съемке при недостаточном освещении. Потому что матрица физически может принимать больше света. Но я думаю, что для любителей, которые будут использовать дрон исключительно в личных целях, для фотографий в социальные сети, для какой-то съемки просто на память о своих поездках, это не столь важно. Но если вы хотите использовать видео и фото в продакшене, то Mavic 2 Pro это для вас. Также есть DJI Mavic 2 Zoom. Конструктивно он такой же, как Mavic 2 Pro, только с другой камерой. Размер матрицы 1, деленная на 2,3 дюйма. Фото 12 мегапикселей, видео максимум 4К30. Однако фокусное расстояние на нем может меняться с 24 до 48 миллиметров. У Mavic 2 Pro, кстати, 28 миллиметров фокусное расстояние. Честно сказать, лично как для меня Mavic 2 Zoom достаточно нишевая модель. Ведь в большинстве случаев вам важнее взять большую матрицу для получения тех преимуществ, о которых я уже говорил, чем получить двукратное оптическое приближение. Хотя это все дело вкуса и нужно отталкиваться прежде всего от ваших задач. Возможно, вам интересно снимать при таком длинном фокусном расстоянии, ведь геометрия кадра немножко меняется. И действительно можно получить интересные ракурсы. Ну вот для меня было важнее размер матрицы, поэтому я выбрал Mavic 2 Pro. Но всякое бывает, возможно для вас Mavic 2 Zoom. Ну и естественно полный обзор на Mavic 2 Pro и Mavic 2 Zoom мы тоже снимали, и я его вот тут вот добавлю в подсказочку. Так что сможете посмотреть, если заинтересовало. Ну и подведем итоги. Если вы решили купить себе первый квадрокоптер, попробовать, полетать, поснимать, взять с собой в поездки и не потратить все деньги мира на первый дрон, для вас DJI Mavic Mini 2. Если вы настроены серьезнее и вас не беспокоит размер, больше интересует наличие функций слежения за объектом и более серьезное качество фото и видеосъемки, то для вас DJI Mavic Air 2. Если вы также серьезно настроены и помимо всего того, что есть у Mini 2 и Air 2, хотите иметь возможность снимать с оптическим приближением и получить интересные ракурсы, то берете DJI Mavic 2 Zoom. Ну а если вы хотите дрон не только для личного использования, а планируете использовать созданный контент в продакшене, то тут вас ждет DJI Mavic 2 Pro. Ребят, надеюсь, это видео было полезным для вас, оно было достаточно такое легкое, простое, для того, чтобы люди, которые вообще ничего не понимают в дронах, могли хотя бы примерно разобраться с тем, какой дрон для них нужен и чем они вообще отличаются. Если вам понравился такой формат, обязательно ставьте лайк, ссылку на все дроны я оставлю в описании, там же повставляю ссылки на видео, обзоры отдельные на эти модели. Всем спасибо за внимание, хорошего дня и яркого настроения. Пока!